Всем огромный привет! Нашла в наших закромах такие вот деревянные двери. Двери эти были, стояли у нас в детской комнате в 97 году. Время прошло, ничего не стоит на месте. В той детской комнате уже давным-давно нет, а дверь все стоит. Я вытащила их, они очень-очень грязные. Притащила их в дом, потому как на улице очень холодно. Хочу с них сделать арт-объект. Стекло с этой двери я вытащила, а вот это еще и на месте. Хочу его убрать. Убрать стекло, вымотить двери хорошо, убрать вот эти вот навесы. Это моя первоочередная задача. А потом все увидите в процессе, то и как я буду делать. Навесы выкрутили. Выпилил Юра панеру для того, чтобы закрыть отверстие. Такое вот здесь стекло было, а я же буду полку делать угловую. Поэтому мне нужно, чтобы это было закрыто. Сейчас мы ее закрепим. Мы закрепим. Я мысленно поддерживаю. Панеру закрепили. Положили мы двери рядом друг с дружкой. Я тут прошпатлевала. Юра выпилил опору для пола. Такие затраты на угловую полку. Купили шпатлевку по дереву. Купили волочки и саморезик. На все про все я затратила 200 рублей. Приклеили перекладины на силикон. Скручиваем уголки, чтобы соединить две двери вместе. Уголки и саморезы используем в б-ушные. Приставляем вторую половинку от двери. Нужно нам соединить. Угол у нас 90 градусов. Две дверки вместе соединили. Теперь нужно сделать полки. Прикрепить их. И при помощи их все закрепится. Будет жесткая она. Взяла картонку, чтобы выкроить полочку. Какая она будет. В процессе переиграли. Взяли положить на эти брусочки полочку. Добавим по сантиметру. Надо замерить. Давай ты загни как надо. Давай. Включай. Конструктор мой наконструировал вот такую полочку. Она бумажная пока еще. Да. Вырезал из бумаги, чтобы из фанеры потом не кроить. Туда-сюда. Или из щита какого-то. Там немножко щелка. Ой, ну надо же. Это же новая полка. Надо убрать. Полки будем делать из старого мебельного щита. От шкафа, по-моему. Какого-то старого. Так. Вот это вот здесь пойдет. Это вот здесь пойдет. Так, линейка нужна. И тут тоже рисуем. Вот. И until she's got it. С Habit. Под'. Продолжение следует... Продолжение следует... Да, старая мебель была хорошая некоторая. Предложил Юра мне обойтись без уголков. Нижние две полки будем прикручивать на уголки. Ну, тогда повыше. Браво! Бэушный откуда-то в прихожке. Пенопластовый. Хочу вот сюда прикрепить. Как ты думаешь, как со стороны смотрят? Для декоративности. Может, вообще ничего не надо? Ты один всего, что ли? Да почему? На все хватит. По всему периметру. И сверху тоже так будет смотреться. Ну, нормально, да? В общем, из старой двери получается такая замечательная полка. Ну, вот, мои хорошие девочки. Крашу полку на первый раз. Краска у меня обычная, серая. Я бы даже ее сделала акцентной сливовой, раз на кухню. Но не решилась. Крашу серой, чтобы был виден декор. А то поставишь на белую, и все белое не совсем заметно. Поэтому я решила ее сделать серой. С обратной стороны тоже крашу. Думаю, будет неплохо. Я покрасила на первый раз, перевернула эту полку и подшпатлевала, где были трещинки, щели. Теперь высохла за ночь. И я снова счищаю шпатлевку. У меня вот такая наждачка. Вот так я ее крашу. Покрасила я полку на второй раз. Вот так вот она выглядит. Конечно, здесь очень много косяков. Изначально, когда я ее делала, в принципе, меня устраивало, что она вот именно старая будет, дверь покрашенная. И вот мне было важно, чтобы это именно дверь, и вот она вот такая есть. А сейчас, когда уже процесс пошел, меня все стало не устраивать. Мне все надо было ровное, не кривое, не выщербленное. И все, чтобы у меня было тип-топ. И полочки у меня были ровные, и надо было это все делать из другого материала хорошего. Ну, как обычно. Вот, короче, у меня завышенные требования. Потом она у меня постоит. Посмотрю я на нее, как мне понравится. Я буду же декор туда ставить. То можно ее, в принципе, потом сделать декор. Я хотела сюда молдинги сделать по краям процесса. Я это решение отменила. Это же творческий процесс. Почему я расхотела эти молдинги? Я подумала, эта полочка у меня будет экспериментальная. Постоит, посмотрю, погляжусь. У меня дверей много. Может, еще что-нибудь сваяю. Муж мне в этом поможет мой. С обратной стороны я тоже все покрасила на второй раз. Поставили ему полочку на кухню. Вот так она выглядит. Я ее, скорее всего, делала для этих ангелочков. Я их так обожаю. И они у меня на белой полке совсем не смотрелись. Сливались. Вот так потихоньку кухня у нас преображается. Кому понравилась такая полочка угловая из старых, ненужных, брошенных дверей, которые бы пошли в топку. Ставьте лайки. Не забывайте подписываться на канал. Мы будем творить из всякого хлопа. У нас сплошной хендмейд. Все картинки сделаны детьми. Это посерединке вот с бабочками. Это мой шедевр, можно сказать. И теперь вот эта полочка тоже хендмейд. Стол хендмейд. Абсолютно все, что есть в этой кухне. Все хендмейд. Ну что же, друзья. Я с вами прощаюсь. Всем желаю хорошего настроения. Творческих успехов. Всего самого лучшего. Всем пока-пока. До встречи. У меня по цветовой гамме совсем не подходит вот эта рамочка. Нужно ее перекрасить. Ну вот, девчонки. Рамочка эта, я уже говорила, не в цветовой гамме. Обработала ее всю, протерла растворителем. И теперь я крашу. Ну вот. Теперь рамочка выглядит более гармонично. Пока. Спасибо, что вы были с нами. Пока.